А я думал пропустили что-то, а тут только начало, ребят, какая удача, какое стечение обстоятельств приятное получается. Ну что, Нуб у нас, 18-й игрок в мире, Омар, 187-й игрок в мире, Дукали, 7-й игрок в мире, Малек, 282-й игрок в мире, Токайфайбек, 107-й игрок в мире, Пьюр, 78-й игрок, Тоби, 119-й ранг, Уайтмон, 148-й ранг, Девятиклассник, 12-й ранг и Топсон, 75-й ранг. Вот такие вот, ребятки, немного посерьезнее, Тундра выглядит по рангам, Дровка и Текис, здесь лайн, ДС какой-то вылез, ДС, ДС, опа, одну секундочку, блядь, одну секундочку, тут дело такое, но сбить нечем, Сбить нечем, хотя, блин, а вакуум не собьёт сейчас? О-о-о-о! Ну можно на месте Пьюра и, на месте Вайтмона пиздец сейчас на паузу на это, на самом деле он нажал до паузы, он нажал ровно до паузы, поэтому он бы, как раз-таки он бы не успел бы среагировать, наверное, если он нажал бы после, а вот, так как он до нажал, Депкалис погибает, здесь такая Вайбека ещё преследует, но Утоби уже стан на кулдауне, поэтому, Преследование заканчивается В принципе, на этом моменте Опа Умар Не ожидал, Умар Такого влета от Вайтмона Вайтмону, кстати, как будто бы немного повезло Мне кажется, он прям на краешке Краешке радиуса достал своим станом Но, тем не менее, достал Так, и фраг сделан Такая Файбек, 2000 год рождения Какая-нибудь, может, оливки Ну, короче Дефолтную такую самую Это хитро выебанные пиццы Мне, опа Классика 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 игры на Дизрапторе, когда ты пытаешься вернуть чела, чтобы он вас не убил В итоге он вас двоих убивает и отправляется обратно фармить Ну, в этот раз Нуб не отправился обратно фармить, потому что он летел с базы И отправился все-таки на базу Но было бы забавно, если бы он улетел с мидом, например Убил бы двоих и улетел бы обратно в мид И сказал, о, класс Экспресс, нахуй Это происходит, вот, на Дизрапторе Это происходит с завидным постоянством Много я все время играю на Дизрапторе Каждый раз, когда это происходит, чувствую себя попущенным Каким-то тебя Думаю, ща верну, а в итоге убираешь А чел еще и просто съебывает и фармит Дальше где-то спокойно Вставать восьми придется на час день дольше Двадцать седьмого апреля Суббота Рабочая О-ой, жесть Ну спасибо Предупрежден, значит вооружен Предупрежден, значит вооружен Спасибо за предупреждение Нами тем временем пытаются взять Тобсона Неужели он просто от них убежит? Нет Не убегает он от них Ну показывается рядом Хоть даже и без блинка успевает подтянуться И, блин, к нубу Которую он, видимо, постарался как-то не спалить, что ли Потому что курица тут висит Видимо, хотят может как-то реализовать подсмачок Ну, что-то типа того, смачка нет, но он нажимает телепорт, нападает на девятиклассника и делает фраг. Хорошая реализация. Ну, как вы знаете, просто саппорта убил, но это всё равно хорошая реализация. Потому что часто покупают блинг и ничего не происходит. А тут нуб купил и даже без смока пошёл и какой-то фраг сделал. Это приятно для него и, как видите, вот нетворс у нуба. Очень солидный. Возможность что-то подсетапить даже и самому. Малек. Очень крепкий, оказывается, Малек. Что-то не хватает дэмжа его убить. Ладно, всё-таки он погибает. Если бы он на развороте успел бы ещё стенку поставить, была бы вообще жопа. Но на самом деле в любом случае какая-то жопа случилась. Умирают два героя за одного лишь Малика. Ну, блин, тут что-то они напали, да, под тавр, который даёт... Кстати, а сколько теперь два вышка даёт брони? Так, нуб. Вот нуб сейчас тут может пострадать. Да! Ну, вы зря так далеко зашли, сэр. Ну, ошибка какая-то довольно серьёзная, да, против Дизраптора. Вот оказываться здесь. Ну, вы потом просто не выйдете. Ну, собственно, как оно и произошло. А, видимо, как-то... Ладно, не знаю, не знаю. Хотели напасть, в итоге опозорились. А простоволосились, я бы даже сказал. Ну и в таком случае Glimps 4 оправдывает себя более чем. На самом деле. Выиграйте один из 500 подарков на общую сумму более 1 миллиона рублей. Геймерский ПК от Лискинс. 5 штук RTX 4070. Геймерская периферия от HyperX. И денежные призы на ваш баланс. Продавайте скины или делайте депозит на Лискинс 1 по 29 апреля. И получите билеты за каждый потраченный доллар. Больше билетов, больше шансов на победу. Не пропусти розыгрыш призов 30 апреля. Присоединяйтесь к празднованию семилетия на Лискинс. Переходи по моей ссылке и получи 50 билетов на счёт для участия в розыгрыше призов. Если по-другому сказать... Опа. Падаем. Так, отчета. Долго он умирал. Возможно, Дукали застойло всё-таки сприттер положить сразу. То есть дровка схелится очень долго. И она всегда становится сильнее. Нет такого, что у неё какие-то фиксилы. А потом она говно. Ой, ну здесь танкует неплохо. Под Тобсона разлом. Кладут БКБ, он нажимает. Ему больно, на самом деле. Непонятно, спасёт ли даже БКБ. Вроде спасает. Всё-таки выживает Тобсон. Но прямо сейчас выглядит так, что Тундра постоянно не готова принимать вот эти вот нападения от квестов. Очень много делает этот Тиня бешеный. Бешеный. Ну, я говорил, нуб на Тиня очень хорош. У него супер круто получается на Тиня играть. Купил себе Филактерию. Выпускается. Немного. Уверенность падает от этих смертей. Хотя команда как будто бы понимает, как играть, когда есть Тоби в команде. Ну, команда Тоби в этой игре. Потому что все просто кофармят, всем насрать. блин а как они это нашли его здесь то есть вот vision квест и этот не вижен квест вот vision то есть видели т.п. ну жестко сыграл амар на самом деле это реально жестко то есть они увидели т.п. одну они увидели что курица улетает вот отсюда соответственно герой т.п. значит все ну как все пытаются тундру убежать и получается что дровка она как бы бежит в инвизи скорее всего куда-то в эту сторону и в итоге он прыгнул просто угадал ну дровка могла бежать в другую сторону могла бежать здесь где-то да она просто дальше успеть убежать умар плохо ему надо спасать умара пока спасают умара с другой стороны дровка бьют все маленько маленько пытаются тоже как-то достать с того света не получается рубик погибает такая файбек 2000 год рождения у этого товарища нажимает манту пока чего-то уворачивается разлом по тине и ебаться в телевизор рубик еще здесь как же жестко сыграно правда луна погибает притом пьюр пока убегает его вроде как подсвечивают залетают более ну дилдак залетел в него просто и здесь еще байтмона ловит цель дровка получила под конец по жопе просто на 600 дэмэджа бревно влетело о еще иллюзии луны дошли сюда но вот это жестко откуда-то вырезали иллюзии луны не знаю откуда но они как раз помогли вот эту вышку доломать и уже следующая пачка крипов будет бороться с одной вышкой значит что вышка очень быстро падет на самом деле так а здесь рошан очень быстро падает рошан не поняли недопоняли ситуацию здесь квест отдают рошана но запрыгнул пока его не вот нажимает бкб разлом кто еще не допонял блять там такой разлом залетел залетает полено по жопе поэтому но он погибать проблемы у пьюра пьюр а егес имел рефрешер есть можно бкб ты палыч а nightfall бы улетел nightfall бы улетел короче получается кто пиздел все возможно квесты допоняли и не ну наверно они бы желали конечно влететь в рошана за пару секунд до того как его добили чтобы еще может быть как-то и самим добить и а егес прокликать там но в любом случае они видимо были готовы к любому развитию событий потому что у них очень сильная комбак конечно в узких вот этих вот прошу проходах и это таких вот гем валяется никому ненужный все-таки это дарксир вакуум стенка плюс титан ну и луна дарксир титан и луна вы это жестко идти не в общем то тоже как будто бы делает и много удобства на проблемке ой флопсон испытывает трудности хп заканчивается но догонять его как-то провожать не стали глифа кстати все еще нет а ну а не новый они нажимали а че трон нет желания сломать просто трон может быть как будто бы можно да так выкидывают кентавра стампит используется у рубика стан кентавра есть очень долгий стан все что-то взрывают с кругом мины нуб убегает топсон погибает байбек от топсона последний барак сейчас начнут падать там уже и у трона проблема прыгает кентавр дает стан здесь по двоим топсон тоже прыгает дукалис пытаются взять дукалис не так прост какой-то глимс по малюку малик просто делать тп но это вряд ли у него получится дукалис под ним минки пытается он сбежать и вот он делает тп и вот у него поход получится да просто улетел глимс ткд там у трона осталось кп а и зачем это он не пошли ломать просто 800 кп у трона по-моему можно было нажать бкб и сломать его и все ну да ладно но диезраптер с блинковым потратил блин здесь у нас девятиклассник девятиклассник ой дукалис агонимный ультимейт у него наебали это неприятно там какой-то вакуум пошел но прыгать вперед на пьюр пьюр нажимает бкб по новому бы работает то что-то как-то вот тиня не пробивается совсем дровки как видим пробивается но как со скрипом каким-то хером дукалис от гнездов все еще но потанкует луна хуярится с пьюром цель не лучшая сам или с кем бы похуярится не лучше не в сингл таргет долбить а во всех подрядах все взять каким-то хером улетает отсюда луна тут остается практически одна это такая такая файбек 2000 года рождения боже мой омар ворованными минами текиса убивают кучу людей омар если я правильно все понял такая файбек 2000 год рождения у которого хочет здесь продолжить газовую еблю 10 часов убивает топсона такая вайбека не так просто не взять как видим или взять ебать куда он делся это один выстрел я то есть я правильно понял один залетела поймал бас лиду а ну че я могу сказать по этому поводу пара байбеков от тундры кинтавр используется ооо ебаться в телевизор dance 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 но тут мы проебали хотя хз разлом неплохой а егису такая вайбека он хоть и погиб но будет жить кримсон нажимался уже кулдаун минус умар здесь как будто бы душнит его кентавр добивает окин тавр луна убивает дровку а дровка это без бая ой-ой-ой-ой-ой байбеки спасают здесь квестов проблемы у философского раптора он тоже умирает до дровки три минуты топсон полетел куда-то пытается дать неведомый телепорт не получается топсона дать неведомый телепорт у топсона конечно есть боевик он тянет время по максимуму умирая тянет время своим ебальником но боюсь что кто-то сейчас отправится в трон дорогие друзья и 90 секунд но уже 89 но уже 88 но многовато время в такой момент для команды которая под угрозой сноса трона тикает просто крайне медленно время просто невероятно медленно тикает время сейчас 50 тысяч денег на луне рапира кажется он отжал ее у пьюра ой топсон бкб на кулдаун блять ебать ты бот от стример хотел как-то сыграть козырный опозорился на гг в итоге пьюр пишет понимает что ну уж без дк точно ничего не светит им все таки трон падает но квесты были на волоске на самом деле конечно вес то были на волоске от поражения в этой игре в один момент ну или как сказать не то чтобы на волоске от поражения имеется ввиду что вот учитывая какая у него доминация в то во что ты превратилась это прям невероятно и камбэк от тундры был на волоске квесты не были но было уже крайне шатко сейчас если бы на рошане все-таки эта драка как-то получше бы для тундры пошла то боюсь квесты вы просто проиграли но они все-таки выиграли хоть и крайне неуверенно да вот надо не забывать да вот что в доте как и в шахматах знаете ли есть одна главная цель это трон разъебать если ты можешь трон разъебать даже если немного рисково это даже если чутка даже может если немного сильно рисково но как бы видно что можно то как будто все-таки этим надо заниматься в первую очередь там вообще рисков не было не могли трон сломать вообще без проблем и сразу бы выиграли и все вопросы бы решили свои вместо этого нечет начали хернёй страдать и чуть не проиграли абсолютно выигранную игру но все-таки дожали квесты они молодцы что тут еще сказать топсон на ессе будет играть честно скажу мне у квест больше драфт нравится чем то что тундры набрали единственное что умар будет играть на тени а не нуб нуб на тени в прошлой игре сделал огромную работу по карте да то есть он очень круто смита вышел большой по гангал в файтах там много всего делал и вот эта вот активность от тени она была довольно весомым фактором победы на первой карте в этой карте у нас ну будет играть на зевсе от зевса такой активности ожидать не стоит он не может просто делать того что может тени совершенно другой герой на как у мар раскроется на тени здесь это вот мы посмотрим ну с четверки сложнее конечно дать импакт всегда там иногда бывает что вообще не очень все хорошо идет долго блинка нет ой пиор как бы не умереть здесь сейчас вообще вроде не должен хотя душат опа коробочка и пьюр помар работает там правда да и так и малик сейчас умрет же здесь просто-напросто но все да позорились опозорились мужики из квест попытались сделать фраги думали что они охотники но оказалось что они в общем-то являются добычей но такие герои у квест которыми либо ты все правильно сделаешь тогда возможно и убьешь а если чуть-чуть вот вы ошиблись дальше уже все дукали здесь своему кэрри не помог зевс использует способность опа раунд два так сказать файт в этом все получилось и ультзевса сильно помог если бы кстати не ультзевса не умер бы у нас пьюр потому что же коробка стояла пьюр бы просто разорвал дистанцию не очень стики были он их мог нажать он просто видимо не ожидал ульта зевса откуда действительно узнать что зевс наживет ульт как откуда он это узнает вообще откуда ему за что зевс есть в игре вообще а гирокоптер хотят напасть на него здесь white mode здесь и топсон look at this dude прилетает сюда зевс разменяли клока прилетает сюда и омар пытаются кого-то взять устампит работает тоби чё на развороте амар куда-то кого-то закидывает влетает топсон дальше в дукалис а но погоните ли за топсоном да ставится стенка прям на ебало ему здесь даже пьюр оказался все на месте спортсмена смогли такая вайбека 2000 года рождения забрать но потеряли вновь сам мидер и теперь еще и ума ой а ну-ка снизу его прокидка спрогиба 9 классика вайт вон правда теперь умара пытается взять но там непонятно кого еще берет умар тут еще и фармит энкоги ой бабки нормально плюс бабки хотя так вылетает завист гиро 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 гиролёд 9 классика ловит топсон ловит стример умирает ракета не поет куда полетела и ясно чего здесь хотели тундра абсолютно добиться ведь они нападали даже без луны и дали без луны и учитывая что противника без гирокоптер которые могут прилететь стабильно каждую игру тащит раков вертолет сток пьер дел с виском фармил с такие все равно 2000 лет это немного не так как бы работает в этой игре объясню попозже такая побег 2000 год рождения у которого нажимает боковая просто сдох и хера не смог сделать в драке вообще к сожалению пьюр на развороте ума разарит теперь визг гирокоптера и тени уже все погибли малик пытается как-то свалить отсюда его не отпустят тоже конечно хотя кто пиздел пока еще сваливает а реально убегает же ладно он не убежит они догонит его цель он спрятался где он бля вычислили все это в принципе такое стример идет стример в пути покатились нахуй я вхожу вошел ведь реально так пайп работает стример пока что укатывается закатился сам себя на бкб забайтил и был таков продолжение банкета там прогоняют вайтмона с другой стороны влетел тоби такая побег 2000 года рождения нажимает бкб а убивает одного второго третьего стример стример гибнет стример гибнет и кентавр так там где-то клокверка слышу куда он залетел то блин остался дукалиса взять или чё поэтому он каким-то хером пока еще улетает но его бы забрать да его амар настигает а просто гем в нем лежал это приятный бонус знаете ли бесплатный гем это приятно ну и получается проебали тундра что ли она такая потому что файт начался непонятно где и непонятно как но то есть кто так дерется это вообще какой-то пиздец просто давайте поглядим закатился сначала на топса ну ладно хуй с ним что-то закатился на что-то забатил дальше смотрите как вот как выглядит ситуация вражеская рампа то есть ну как-то противники уже на этой рампе в общем не важно чья она главное что они уже на ней как бы на возвышенности в узкие проходы как-то туда вот просто заходить не очень хорошо через вот там дарксиры вакуумы там какие-то стенки вот эта вся гадость геркоптер там бла-бла-бла тени засыпает как-то вот и при этом ну ладно хуй с ним если бы они хотя бы все ряда были посмотрите где они находятся супер в разных местах клокверка бьет зев с одной стороны луна в экране с другой стороны кентавр здесь они вообще не сгруппированы и в итоге они прыгают луна подходит но луна подходит так что там просто стенка стоит вот так и делается иллюзия луны луна понимает что на самом деле ну хуёвая драка пиздец какая уже там и иллюзия ее же будет убивать но он мог конечно зайти но в принципе я не буду его осуждать у него челы устроили какую-то эпическую хуету типа и уже я все поумирали вот пока пока пьюр убивал иллюзию свою но куда он должен идти блин так просто не дерутся нормальные люди так не дерутся они понимают что на вражескую рампу влетать как не хочется по крайней мере должна быть для этого нормальная позиция у всех игроков чтобы вы синхронно залетели а не вот так вот пьюр идет вперед первый выходит из смока не боится ничего почему-то не знаю почему он ничего не боится блять у него же даже статаника нет но видимо вот почему ёбка нереальная на самом деле ёбка тотальная стример беги блять стримеру не дают уйти но пьюр прям алкоголь сейчас какой-то дал я еще не знаю что он взял он просто бежит вперед куда лез блять у него с его спадает смог он не останавливается он дальше в него вбегать он не видит нихуя он даже не понимает куда он бежит он не видит этого героя в итоге он просто подставляется под атаку у него нет сатаника чтобы отхилиться после первого нападения вот на него нападают дай ему отнимать пол хп был бы сатаник он мог бы остаться нажать сатаник отхилиться и драться там оппозиция все равно ужасная какой-то лес непонятный неудобно пиздец но по крайней мере ты можешь драться но он не может драться он понимает что все он бкб нажал банту нажал и сейчас он умрет через пять секунд когда это все закончится бкб у него и он должен бежать и короче это вообще трэш какой-то эпический как будто бы неожиданно тундре стало похуй на игру стример говорит погнали нахуй рапиру покупать небольшой риск мало ли заберут каким-то хером луна с рапиру врага будет будет неприятно это счет луны с рапирой так почти есть почти есть но чуть-чуть не хватает но можно пт-шку продать купить рапиру на самом деле как же такая файбек мувится просто как зверь и люди дофармят рапиру в центре видимо ой 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 визы калбуса situation однако пюр не умирает доедает малика но все-таки умирает кстати купил рапиру кстати вот летит секрет релик жаль и байбека уже нет при этом ай-яй-яй какая неудача чё могу сказать я позорилась тундра тундра как-то по своему вот такому какому-то набору она немного похожа на фэлконс да он собрали в один момент вот тундра и фэлконс они как будто плюс-минус в одно и то же время появились две команды какой-то микс каких-то задротов да вот фэлконс микс каких-то задротов и тундра микс каких-то задротов начинают задроты тухлые ночи если честно вот прям нихривая душой посмотреть вот девятый класс крутой он это молодой игрок недавно появился на сцене крутой я думаю что у него большое будущее пьюр на самом деле в среднем в срезе молодец хорошо играет это вот вот это троица это троица не очень это этой троицы я какого-то мега лайка не поставлю поэтому думается мне что результат который они достигают здесь а именно топ-8 это в общем-то примерно то место куда иметь этот состав наверно вот в текущих реалиях